NotCoin в Телеграме. Что нужно знать каждому христианину об этой новой возможности заработать? Я получил письмо от нашего зятя. Он служит пастором в Украине. Сергей его зовут, Сергей Собран. Мы очень благодарим Бога за него, за семью, которую они создали вместе с Тикой, за наших прекрасных внуков. И вот Сергей задал мне такой вопрос. Может вы уже говорили об этом на румынском. Вот сейчас началась штука как NotCoin. Это в Телеграме. Связана с криптой. Люди нажимают на экран, зарабатывают монетки, потом меняешь их на тонны и как бы должен выводить деньги. Несколько ребят у нас начали этим заниматься. Я не знаю и не могу понять, как правильно на это реагировать. Точно, что плохо как бы, что они никакой работы не делают или продукт не создают, просто механично клацают на экран. У меня вопрос, откуда берутся деньги. Но это ворует время их. С одной стороны, как будто в будущем они могут неплохо заработать, но сейчас туда только время уходит. Может подскажете, как реагировать. И я вот получил этот вопрос. И я не знал, что ответить зятю. Потому что я не знал ничего об этом NotCoin. Но тогда обратился к братьям в церкви, потому что у нас в церкви и мои сыновья, и братья в церкви, есть много программистов, которые не знают, что происходит в этом мире IT. И вот я прочту вам ответ, который дал мне Илья. Это игра быстро набрала пользователей. Всего за один день у нее был один миллион пользователей. В то время как чат GPT, это искусственный интеллект, достиг одного миллиона пользователей за пять дней. Сейчас у них, у этих, которые эту игру запустили, более тридцати миллионов игроков. Во-первых, это всего лишь игра, поэтому она привлекает детей, подростков и молодежь, чтобы они проводили в ней как можно больше времени. Как и любая игра, но здесь еще есть возможность заработать реальные деньги, как они обещают, что полностью захватывают умы людей. Утром они просыпаются с мыслью, что нужно сделать что-то еще, и до поздней ночи они находятся в этой игре. Представляете? Все, игра полностью проглотила их. Во-вторых, они, то есть эти, которые создали игру, обещают, что игровую валюту NotCoin можно будет обменять на криптовалюту Tone Blockchain. Это лишь обещание на данный момент. Скорее всего, они хотят построить экосистему, использовать эту монету внутри нее в качестве валюты. В настоящее время большая часть того, что можно купить, это лишь некоторые услуги или помощь в самой игре. Первая часть этой игры уже завершена. В эти дни была представлена версия второй игры, которая будет отличаться, или вторая версия игры, которая будет отличаться от первой. В первой версии можно было просто кликать по экрану, который показывает монету и получать NotCoins. Вторая версия будет состоять из выполнения квестов. Квесты будут создаваться другими пользователями, компаниями, которые купят NotCoin и заплатят другим игрокам, которые будут выполнять квесты. Вывод. Телеграм создает экосистему, в которой будет использоваться эта монета в качестве валюты. Поэтому это что-то внутреннее, с помощью чего можно будет оплачивать и слуги, или покупать что-то внутри игры, и где-то еще, что принадлежит Телеграм. На данный момент это всего лишь игра, которая отнимает у нас время и мысли. В будущем, возможно, они позволят обменять NotCoin на Тон крипто, и тогда игроки смогут продавать Тон или покупать его по рыночной цене. Так что здесь нет никаких инвестиций с их стороны. То есть они не дают деньги игрокам из своего кармана. В версии второй игры уже другие игроки будут платить за квесты, которые они создадут. Так что здесь видно, что как только на рынке появится спрос на эту монету, она сможет расти в цене. Иными словами, создается еще одна монета, которая будет конвертируема с криптой, и которая внутри Телеграм может и вырасти в цене, и стоить больше, чем раньше. Доход. Кто-то станет богаче, зная, как использовать это. У меня возникает вопрос по отношению к квестам, если они будут как-то фильтроваться. Потому что это может привести к трагедиям, если будет разрешено создавать любой квест. И второе плохое – это игра, в которой ты теряешь время, и это очень-очень плохо. Теперь, друзья, для тех, которые, будучи христианами, увлеклись этой игрой и думают, что таким образом могут быстро заработать. Вы помните ту притчу Господа Иисуса Христа «Осеятели». Так вот, там есть четыре вида почвы. Это наши сердца. Четыре вида сердец или умов, или мышления. И семя всегда одно и то же. Это есть не что иное, как Слово Божие. Так вот, здесь смотрите, как отвечает наш ум, наше сердце на Слово Божие, и что мешает нашим сердцам приносить плод для Царства Божия. Вот с 18 стиха в 4 главе Евангелия от Марка написано так. «Посеянное в тернии означает слышащих Слово, но в которых заботы века всего, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй почве означает тех, которые слушают Слово и принимают и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат». Вот подчеркните это, обольщение богатством и другие пожелания. Обольщение богатством и другие пожелания. Что они делают? Они входят в людей, заглушают Слово, и это Слово остаётся без плода. Вот что происходит с этими людьми. Вы, наверное, видели все эти случаи с этими финансовыми пирамидами, что произошло. Всегда, когда обещают лёгкий заработок, лёгкий, быстрый и большой заработок, вот это есть удочка для тех, которые заражены сребролюбием. Для тех людей, которые… для сребролюбивых. И вот они хотят быстрый, лёгкий и большой заработок сразу. И вот они попадаются на это. В первом послании к Тимофею в 6 главе написано так. «В великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, и явно, что ничего не сможем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогатиться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные походи, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех злоб есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Знаете, я вот получил от Сергея это письмо, получил от братьев церкви. И потом как-то открыл телеграмм, и там увидел человека, лидера, служителя Божия. Знаете, что там в телеграмме есть ещё и эти сторис сейчас запустили. И как-то, я не смотрю на них, ну не знаю, как-то обратили моё внимание, я посмотрел эти сторис. И там были одни сторис этого лидера, христианского лидера, который тоже рекламирует что-то в этом роде, что-то из этих игр, игру какую-то, что-то рекламирует там. И при том, так это делает, с таким усилием, с таким усердием делает всё это. И я так огорчился, когда увидел это, потому что знаю и видно, очевидно, что этот человек вот попался на сребролюбие. И вот на обольщение богатством и другие пожелания он попался. И знаю, что из этого ничего другого не выйдет, как только одна трагедия. И даже вот через это видео хочу обратиться и к этому человеку. Потом отправлю ему линк на это видео. Но хочу попросить и вас, чтобы вы тоже подписались на мой канал. И потом вот это видео вы тоже отправьте тем, которые уже увлеклись такими методами. Я хочу вам такую историю рассказать. Ну как, я видел много таких плохих историй, которые закончились плохо. Я увидел однажды одного пастора в Санкт-Петербурге, которого церковь пригласила. Была церковь, которая была поражена каким-то вредным учением. Они пригласили пастора. Тут пастор имел очень хороший дар. Он мог хорошо учить. Но этот пастор увлекся вот таким этим быстрым бизнесом, в котором надо было поглощать других. И он как-то завлек всю церковь в этом. И люди вместо того, чтобы заниматься духовными делами, они полностью ушли в сребролюбие. И там трагедией закончилось все. Знаю другую историю. Здесь у нас в Молдавии. В одном городе пришел пасторь, который вместе с женой пошли к беспризорникам на улице. К тем, которые попрощайничали. И жили на свалках, жили в этих канализациях. И вот они вместе с женой, они готовили пищу для них. Шли, кормили этих людей. И потом также они одевали этих людей, проповедовали этим людям. И из этих людей обратились к Богу. Оказывается, что за теми, которые попрощайничают на улице, они имеют своих этих бандитов, которые зарабатывают на них. И пришли эти бандиты и стали угрожать этому брату и сестре. Но он не подался на это. Он продолжал дальше делать служение. Даже хуже было, что пришел и священник из этого села. И дошло до того, что священник оружием угрожал ему, чтобы он ушел из села и чтобы он не проповедовал. Из города, из населенного пункта, в котором он находился. Но и на это он тоже не уступил ничего. Он делал служение очень хорошо. Но как-то кто-то его убедил, что можно очень легко заработать. Помните, в одно время говорили, что ты устанавливаешь себе компьютер. Главное, чтобы там была память, чтобы компьютер был всегда подключен к интернету. Ты там устанавливаешь какую-то программу. Ты должен вложить деньги там. И вот, к примеру, если ты вложишь 6 тысяч, у тебя будет 600 долларов в неделю, в месяц. Вложишь 10 тысяч, у тебя будет тысяча и так далее. Ну и человек попался на это. Он пошел, одолжил деньги у кого-то, вложил в это. Получил один месяц, второй месяц уже ничего не получает. Он должен искать других людей. Как-то дошло до того, что у него сотни тысяч, он влез в долги по сотне тысяч долларов. Ему надо было взять семью, уехать с семьей, закончить все это позором. Работать за границей. Работать много лет, пока он вернул все эти долги, чтобы можно было стереть себя этот позор. И вот это так сильно погубило, так сильно ударило по этому человеку. Поэтому, друзья, остерегайтесь всего этого. Остерегайтесь тогда, когда вам обещают быстро заработать большие деньги. Еще знаете, что обещают вам? Что вот ты заработаешь, и потом все, можешь заниматься служением. А еще можешь очень много давать, давать другим людям. Но остерегайтесь этого, потому что это есть крючок для сребролюбия. Вот сребролюбивые люди, они туда попадаются быстро. Да поможет нам Господь остерегаться всего этого, чтобы Слово Божие не осталось бесплодным в нашей жизни. Если не остерегаемся этих терний, тогда мы не можем приносить плод. Слово Божие приносит плод только тогда, когда оно находит добрую почву, добрая почва без всяких этих терниев, убирает все эти тернии. Да поможет вам Господь в этом, и да сохранит вас Господь от всякого зла. Хочу попросить вас в комментариях написать, если вы знаете какие-то свидетельства, какие-то истории, или вы знаете какую-то информацию относительно того, о чем я говорил в этом видео, которое вы посчитаете, что будет полезно всем знать, то прошу вас, напишите в комментариях. И благодарю вас, если поделитесь этим видео, чтобы узнали, как можно больше людей, и чтобы мы сохранили их от этого искушения, искушения, которое приведет к скорбям. Да благословит вас Господь!